Здравствуйте! На государственной телекомпании Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Курс военной подготовки добровольцев. В провинции Бетлист Западной Армении на неопределенный срок запрещено выходить на улицу. Российские миротворцы будут размещены в Гегар-Кунике, начальнике генерального штаба ВС Армении. Дэр Спигель. Меркель продвигает армянскую образовательную стратегию. Самира, замстамбульская апокалиция и её террористические группировки действуют ради достижения турецких амбиций. Были повреждены стены исторической крепости Ван. Провинция Багеш Западной Армении, Кладезь Пемзы. День иконы Армянской Богородицы отметят в Украине в 230-й раз. 21 июня 2021 года в Ереванском офисе Западной Армении прошел курс обучения для военнослужащих-добровольцев, которые провел опытный военный специалист Левон Махламян. Президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян выступил с речью, призвал добровольцев поддержать Западную Армению, а затем представил мотивы, которые побудили его провести эту серию тренингов. Президент Западной Армении Армен Акабрамян наградил орденом Западной Армении Левона Махламяна. Поскольку волонтеры не готовы физически, тактически, технически или психологически, Республика Западная Армения инициировала это мероприятие, чтобы решить все четыре проблемы путем обучения и иметь готовые отряды добровольцев. Поскольку волонтеры не готовы физически, тактически, технически или психологически, Республика Западная Армения инициировала это мероприятие, чтобы решить все четыре проблемы путем обучения и иметь готовые отряды добровольцев. Курс по оказанию первой помощи проводил Левон Махламян с учетом того, что по статистике раненые солдаты на поле боя чаще всего получают травмы, которые приводят к кровотечениям и даже гибели людей. За этим курсом последует курс физической подготовки, который будет проводить Армена Кабрамян, обучая волонтеров армянскому боевому искусству Айчампа по специальному расписанию. Комендантский час введен в 19 населенных пунктах провинции Битлис и Хизанского района, оккупированной Западной Армении. Причина ограничения – возможные военные действия. Комендантский час вступил в силу 21 июня в 2 часа ночи. Будет продолжаться до опубликнования соответствующие решения соответствующими органами. Российские миротворцы будут размещены в Герархуниевской области. Процесс идет полным ходом. Сообщим, когда будет окончательное решение. Об этом заявил сегодня 22 июня в беседе с журналистами глава Генштаба Артак Давтян. «Окончательное решение – это желание не только нашей стороны. Переговоры ведутся. Другая сторона также участвует в них», – сказал он. «Нам не о чем спрашивать у Азербайджана на нашей территории, но с российской стороной ведутся переговоры, потому что есть вопросы. Наша цель – без столкновений вывести азербайджанские части с нашей земли». На вопрос о возможных уступках в Герархуниевской области Давтян ответил, что если не будет уступок, вопрос о выводе вооруженных сил Азербайджана не будет решен путем переговоров, а будет решен соответствующими действиями. Глава Генштаба отметил, что количество представителей азербайджанских частей на территории Армении не изменилось. Инцидентов на данный момент нет. Т.е. Шпигель пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель повышает осведомленность об образовательной стратегии Армении, как о подходе к немецким школьникам. 17 июня Ангела Меркель совершила виртуальную экскурсию по берлинскому центру Тумо, который открылся в 2020 году. Т.е. Шпигель отметил, что канцлер призвала к созданию центров обучения информационным технологиям для детей и молодежи по всей Германии, и призвала правительство Германии, федеральные земли, муниципалитеты и спонсоров к сотрудничеству. Министр образования Аня Карлельчек сказала, что эти учреждения должны быть как паутины, распространены по всей Германии, и работать в кластерах Минт. Ангела Меркель познакомилась с центром Тумо в Ереване в 2018 году. Стамбульская коалиция и её террористические группировки действуют ради достижения турецких амбиций. Сирийский оппозиционер Самир Азам заявил, что призыв к Стамбульской коалиции к оккупации сирийских регионов звучит далеко не в первый раз и составляет основу их идеологии. Стамбульская коалиция и её террористические группировки действуют ради достижения турецких амбиций в Сирии, Ливии, Азербайджане и Иракском Курдистане, заявил он, отметив, что этим наёмникам нет места в будущей Сирии. Так называемая сирийская коалиция, базирующаяся в Стамбуле, продолжает зарабатывать деньги и работать на Турцию, создавая для неё новые предлоги, оккупируя многое сирийские районы. Несколько дней назад, после бомбардировки мирных жителей Африна, глава так называемой коалиции Насар Аль-Харири призвал турецкое государство оккупировать новые сирийские регионы. Азам ответил, что правительство правящей партии «Справедливости и развития» и их глава Реджа Пердаган всегда фабриковали надуманные предлоги для оккупации сирийских земель. Случаи вандализма в разных частях Ванской крепости Западной Армении, произошедшие ранее, продолжаются. Вышел по имену, то и посты портят облик исторического замка, создавая некрасивую картину. Надписи на стенах замка в разных частях нарушают наше культурное наследие, которое является одной из важнейших исторических и туристических ценностей Вана, включённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок был колыбелью многих цивилизаций столицы Ефратского царства. Посетители говорят, что нельзя оставлять замок на произвол судьбы. Необходимо принять меры, чтобы предотвратить это безобразное явление. Замок долгое время являлся столицей Гвардского государства под названием Тушпа. Был построен урарским царем Сардури первым в девятом веке до нашей эры. Пемзовый рудник белого золота в провинции Багеш в Западной Армении содержит 70% запаса страны. Пемзовая руда используется в качестве сырья во многих областях, особенно в обороне, строительстве, сельском хозяйстве, тектильной и химической промышленности. В Западной Армении пемза в основном используется в строительстве в качестве теплоизоляционного материала. Её завезут из Багеша в разные регионы страны. Только пемза из Италии, Греции и Западной Армении находятся на грани потребления в других странах. В Украине накануне Дня Конституции страны 27 июня будет отмечаться 230-й день иконы Армянской Богородицы. Как сообщает Армен Пресс со ссылкой на аналитика UI.net, об этом заявил богослов кандидат философских наук Руслан Халиков. В этом году исполняется 30 лет Конституции Украины, но история украинской государственности старше. День Армянской иконы Божией Матери будет отмечаться в 230-й раз, но история иконы и армянской общины в Украине намного старше. Это история дружбы взаимопомощи между сообществами взаимного уважения к святыням друг друга. Представители армянского, украинского и других народов сегодня вместе работают над сохранением общего культурного наследия, сказал Халиков. Известно, что икону Армянской Богородицы члели в Каменице Подольске верующие всех трех христианских обрядов – армяне, украинцы и поляки. В 2011 году украинские ученые предложили объявить 27 июня Днем Армяно-Украинской дружбы. Далее для вас Хакоп Халатян, Кани Вурджаним. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственной телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok